Девочки, всем привет! Спустя практически два года отсутствия здесь я решила вернуться. И, честно говоря, первое видео у меня должно было быть про мою поездку в УАИ. Она меня настолько впечатлила, в плохом смысле этого слова, что я хотела вам рассказать про это. Но думаю, что поскольку я долго отсутствовала, было бы интереснее послушать о моей жизни, о том, как я живу, о том, как изменилась моя жизнь после того, как я уехала из США. Кстати, прошло уже три года с момента моего возвращения. Я, девчонки, ношу сейчас лайнеры, небольшое отступление, поэтому я чуть-чуть шепелявлю. Вот, не обращайте внимания. Носить мне их еще, наверное, где-то около года. Я только начала. Наверное, да, будет интереснее именно про это. Про то, скучаю ли я по США, жалею ли я о том, что я вернулась, и какая у меня сейчас жизнь в Санкт-Петербурге. Девчонки, вот я в последнее время как раз думала, размышляла, скучаю ли я по США и по своей жизни там, и хочу ли я туда вернуться, и у меня однозначный ответ вообще нет. Вообще нет. И, наверное, это потому, что меня полностью устраивает моя жизнь в России. Вот прям совсем очень все нравится, очень замечательно. Я живу в своей квартире, у меня очень приятная квартира в хорошем районе Санкт-Петербурга, в доме бизнес-класса. Все тут симпатично, красиво, удобно, подземный паркинг, хорошая машинка, моя любимая бусинка. В общем, и любимая деятельность, которой я наслаждаюсь, которая мне приносит удовлетворение, удовольствие и полезна для женщин, для девушек. Я помогаю девушкам стать стройнее, здоровее и себя больше полюбить. Мне не нужно там куда-то вставать на работу, куда-то мчаться. И все это мне безумно нравится. Вспоминая свою жизнь в США, которая была полна постоянных каких-то трудностей, стрессов, какого-то ужаса. Знаете, вот если замерить уровень стресса, да, уровень стресса в США, у меня всегда был в районе 7-8, ну, из 10, да, по 10-бальной шкале. Здесь у меня уровень стресса, ну, наверное, 2-3, вот такой. То есть все ровно, хорошо, мило. Кстати, скоро Новый год. У меня уже есть настроение новогоднее, уже немножко украсила и дом, и немножко даже такой веночек красивый повесила себе на дверь. Так что все прекрасно. Про Америку. Да не знаю, девчонки, на самом деле, мне кажется, в России гораздо проще на самом деле достичь то, что ты хочешь. И гораздо проще ориентироваться в этой среде, потому что эта среда, она 100% твоя. То есть ты здесь родилась, ты знаешь все правила, ты знаешь, как здесь все устроено, у тебя все равно есть какие-то коннекшены, контакты, связи. И, соответственно, ты можешь более легко достичь того, чего ты хочешь. В Америке, конечно, ради достижений, может быть, там больше возможностей, но чтобы достичь чего-то и поддерживать это что-то, нужно вкладывать очень-очень много усилий. И женщине, конечно, так напрягаться, если она не является трудоголиком, а я не являюсь трудоголиком, конечно, очень тяжело. Многие вспоминают времена Америки, говорят, Оля, какая ты была классная, как ты вот все классно там рулила, разруливала, пыталась, старалась. Ты так вдохновляла. На самом деле, девчонки, да, это классно, но это очень утомляет, когда ты действуешь на максимуме своих возможностей, и все это на тебе находится, ты очень быстро перегораешь и выгораешь. И при этом результат у тебя не особо кайфовый, да, скажем так. Здесь я не действую на пределе своих возможностей, я все делаю достаточно размеренно, и результат гораздо лучше. Даже если его сравнивать в материальном эквиваленте, да, я уже сказала, что после приезда из Америки мне здесь удалось и квартиру купить, и ремонт у меня хороший. Попозже вам покажу, просто сейчас не очень у меня тут все готово для того, чтобы снять небольшие кусочки моей квартиры. Ну, она не такая большая, она 55 метров, но для одного человека, в общем-то, нормально. Уже разучилась я немножко болтать, раньше, конечно, все это лилось так. Так вот, здесь гораздо меньше вкладывая своих сил, хотя, конечно, несомненно, их тоже вкладываю, результат можно получить гораздо больший. Вот, если работать, если стараться, если что-то делать, а не просто сидеть и жаловаться. Вот, поэтому мне все нравится, и я нахожусь в своей среде, которая для меня комфортна. И, в общем-то, никуда переезжать, больше у меня желания абсолютно нет, вообще никакого. У меня есть желание совершенствоваться здесь и быть здесь, и, соответственно, заниматься собой здесь. И своими делами, ну, и отчасти еще и делами других женщин, помогать им. Поэтому, наверное, пока я не готова к тему нутрициологии, да, я нутрициолог затрагивать здесь, потому что все равно люди вряд ли будут готовы воспринимать. Они-то все равно помнят, что вот там была Оля, ходила по Нью-Йорку. Как специалиста вряд ли вы меня готовы здесь воспринимать. Если есть среди вас те, кому интересна тема оздоровления, нутрициологии, похудения, питания, пожалуйста, переходите в мой Инстаграм. И там я постоянно об этом рассказываю. Уже там достаточно большая база знаний. Можно посмотреть, полистать, почитать посты, посмотреть закрепленные сторис. Там прямо целые истории полезные по питанию. И я за эти годы, конечно, очень далеко продвинулась. Хотела, да, хотела вам рассказать про ОАЭ. Я, так получилось, что в этом году из таких интересных путешествий у меня было два путешествия на Мальдивы и одно в ОАЭ. Ну и там по мелочи что-то было. И я вам хотела как раз рассказать и даже что-то сняла в ОАЭ. Но, наверное, это я выложу в следующей болталке. Может быть, какой-то влог сниму. Ну, в общем, девочки, что я хочу резюме какое сказать. По Нью-Йорку, по Америке я вообще не скучаю. Я благодарна, несомненно, Америке за тот опыт, который она мне дала. Вот это рвать, метать, там куда-то стремиться. Но это мне не нравится. Я считаю, что надо двигаться вперед. Но все-таки жизнь, особенно для женщины, она не должна из нее выжимать все соки. Да, то есть ваша деятельность, она может быть сложной, трудной. У меня в моей деятельности тоже есть иногда трудности, иногда стрессовые ситуации, иногда какие-то авралы. Но это не должно постоянно на вас давить. Плюс то, что вот тоже я на себе ощутила. Для женщины жизнь на каком-то съеме, на каких-то чемоданах – это ужасно стресс. Вот сейчас я, когда я сижу в своей удобной квартире, где все сделано так, как мне нравится, где все уютно, удобно, когда я, да, имею возможность спуститься вниз просто в подземный гараж, взять свою машину и, да, а не куда-то идти, не пойми куда, на улицу, в это метро нью-йоркское, холодное, там стоять. Это, конечно, очень большая разница. И комфорт, ну, конечно, все разные, опять же, да, вы скажете, Оля, что ты всех под одну гребенку? Да, все разные, но для меня комфорт значит очень-очень много. И мне даже лучше, чтобы не так много чего-то происходило, когда в Нью-Йорке там то одно, то другое, то третье, то четвертое. Пусть лучше будет такой более light, расслабончик и спокойствие, благорастворение, да, там, поработала, сходила на спорт, пообщалась с подружкой, там, что-то еще по работе поделала, потом собралась, уехала в какой-то, там, на отдых. Вот мне такое больше нравится, но, несомненно, к этому вела некая подготовительная работа, и до сих пор она идет. Но столько сил, сколько требовалось в Нью-Йорке на поддержание жизни, просто на поддержание, там не шла речь ни о каких Мальдивах, да, ни о чем таком, а просто на поддержание жизни это неразумная трата сил. То есть это неразумно, тратить столько сил, столько своего времени, столько своего психоэмоционального напряжения на то, чтобы банально снять комнату и купить еду, и оплатить абонемент в спортзал. В общем, мой опыт жизни, конкретно мой, он такой, что у нас при желании можно добиться большего, меньшими усилиями и более спокойно, потому что все равно эта среда, она твоя родная. Конечно, можно, есть люди, которые ненавидят эту среду, им все не нравится, но в этом случае действительно могу им пожелать сделать все, чтобы переехать, эмигрировать, ну и как бы уже в сравнении все узнать. На сегодня все. Надо с чего-то было начать, и я начала с такого вводного небольшого видео. Дальше покажу вам больше, наверное, покажу вам свой дом, еще что-то покажу. Но, может быть, гардероб, кстати, тоже он у меня немножко изменился, стал таким более casual, может быть, тоже будет интересно. Что-нибудь новогоднее вам покажу. Вот, девочки. Все. Всем спасибо. Если есть какие-то вопросы по жизни в Америке, по жизни в России, сейчас я, мне кажется, могу более на них адекватно ответить, потому что я действительно вернулась из Америки и не вернулась обратно, да, то есть уже понятно, что это было не какое-то эмоциональное решение, обдуманное. И если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите. Это будет новой темой для нашей новой с вами встречи, которая, я надеюсь, состоится скоро. Мне тоже, конечно, важно посмотреть, если вам интересно, моя жизнь сейчас, то, что в ней происходит, какие-то вопросы. Я буду снимать. Если, как бы, интереса нет, у меня есть куча других дел, куча контента, который мне постоянно тоже надо делать для моего инстаграма, в который еще раз вас всех приглашаю. Все, девчули, всех целую, всех люблю. До встречи с вами или на канале, или в инстаграме. Жду ваших вопросов. Пока-пока.